Это, во-первых, что-то новое для нас, потому что по традиции это историческая игра, можно сказать, да, испокон веков из наших предков, которые идут в Кумалак. Идея неплохая, мне очень понравилась. Вообще посыл очень хороший, потому что это зомбирование нашей молодежи, детей, которые именно сидят на гаджетах, на этих играх. Тема очень хорошая. Конечно, хотелось бы, чтобы все посмотрели, потому что есть отсылки, посыл, чтобы именно сама идея зацепила именно молодежь. Пусть молодежь сходит, я думаю, что им это понравится, и, конечно же, останутся благоприятные такие отзывы и отсылки, конечно. Я режиссер фильма «Кумалак». У нас уже этот фильм обрастает легендами, как даже писался сценарий. Есть у нас в Инстаграме, даже где я объясняю, что мне попался медвежонок плюшевый, я его сканировал, искусственный интеллект выдал нам сценарий, первый драфт, а затем мы уже с Бигбалатом Шакеровым, это главный редактор Казафильма, уже придали ему такие огранки сценария профессионального и были готовы к запуску. Сложности, ну, смотрите, у нас фильм-хоррор снимался, он у нас практически на одном объекте. То есть, была сложность в том, что зажатое пространство и одна актриса у нас, практически весь фильм тащит, и вот сложность была, чтобы этому придать какой-то экшен, какое-то движение. Вот здесь вот, наверное, было сложно, потому что сценарий написать это одно, а потом заставить все это двигаться, шевелиться, и чтобы это было интересно, это другое дело. А так, кино всегда сложно снимать, не бывает в других проектах. Ну, смотрите, у нас фильм-хоррор, да, у нас категория там плюс 16, плюс 18, само собой, но все-таки история про 14-летнюю девочку. То есть, дело в том, что, мне кажется, подросткам будет интересно, то есть, у нас даже лог-лайн, а что может случиться с тобой в день твоего рождения? То есть, у девочки у нас же день рождения, и весь кошмар с ней происходит именно в этот день, поэтому я думаю, что в основном, конечно, наш зритель это 16-15 лет, ну, чуть выше, может быть, и именно вот эта категория нас интересует. Пришли, посмотрели, я думала, что не будет так страшно, потому что по превью я думала, что будет такой легкий, интересный фильм. Пришла, блин, я больше никогда не буду на ужас ходить. То есть, с мамой сели вместе, начался, у меня уже ноги задрожали, мурашки пошли. Так что я взяла, просто убрала вот этот бордер от друг друга с мамой, начала обнимать, такая, мама, мама у нас такой, надеюсь, никогда не будет. Мне кажется, о том, что всегда нужно знать о прошлом своей семьи, наверное, о своих прадедах, дедах, кеми они были, а также о том, что не стоит всегда совместиться со своей семьей, может быть, и более мягко ко всему обучаться. Жанровое кино у нас еще не сильно развито, но я думаю, что в ближайшие 2-3 года это поменяется. Будет много жанровых фильмов, такие как роуд-муви, хоррор, триллеры, детективные какое-то направление, потому что одними комедиями мы, наверное, устанем. Поэтому мы взяли на себя такую смелость, попробовали снять в таком жанре. История связана с тем, чтобы родители следили за своими детьми, где они тусуются в просторах интернета. Основной посыл такой, потому что мы не знаем, что смотрят наши дети, где сидят наши дети, какой контент они едят. Вообще, это аудитория подростковая, наша аудитория условно 14-18-20 лет. Вот 14-20 лет, это для них, для подростков. Мы все-таки пришли к тому, что будем снимать для женского населения, то есть для девчонок мы это сняли, для 16-летних девочек. Сам фильм очень заинтриговал, потому что, знаете, хоррор это необычно как-то, еще в Казахстане тем более, вообще необычно. И прошли кастинг, все это сделали, прочитала сценарий, и началась подготовка. Просто готовилась. Даже взяла пару актерских уроков, из-за того, что это дебют, первый раз снимаюсь. Это очень необычно для первого раза, тем более, хоррор. Но мне лично все понравилось. Особенно сам фильм. Команды была, на самом деле, приятная и довольная. Этот фильм рассчитан на аудиторию подростков, от, может, 14 лет до 20 с чем-то. И сам фильм, думаю, поучительный будет, потому что это для и родителей, и для детей. Чтобы родители следили за своими детьми, в какие они сайты заходят, а чтобы дети сами не заходили в эти сайты, потому что это реально очень опасно. И, надеюсь, всем этот фильм поможет много чем. Я дублировала главную героиню. Я каскадер. Все эти сцены с трюками, это моя работа. Ну, в принципе, я примерно понимала, о чем будет фильм, потому что в процессе я работала с ребятами. Но сегодня, посмотрев, чуть-чуть прям такие жуткие сцены. Я, если честно сказать, впечатлила. К чему он учен? Ну, вообще, надо ценить то, что ты имеешь. Вообще, это для детей очень такой важный момент. Если даже какие-то конфликты с родителями есть, нельзя разбрасываться словами, нельзя окружающих обижать. То есть, и надо чуть-чуть знать свою историю. Ну, как бы, о предках в целом, откуда, что вообще происходило в твоем роду. Ну, вот, сегодня это был такой показательный момент в этом фильме. Я вообще всем посоветовала посмотреть. Я вот продюсеру говорю, надо было плюс 12 сделать, а не 16, если честно сказать. Для детей это такой очень важный момент. Обычно подростковый возраст с 13-12 начинается. И если дети, подростки будут смотреть, они будут больше понимать своих родителей и прислушиваться к своим родителям, я так думаю.